Итоги уходящей пятницы подводят наши корреспонденты. Я Максим Кембер. Смотрите сейчас. Эффект медиа. Министр информации встретился с активом Гулузского района. Только разговаривая с людьми, как говорят, глаза в глаза, можно не только донести какую-то информацию, но увидеть реакцию. Почему местная пресса должна быть единственной в регионе? Для них 102 – особая цифра. Можно даже считать, что это сердце управления внутренних дел. Самая оперативная служба отмечает праздник. С чего начинается милиция? Хок и апперкот. В Бобруйске прошел мастер-класс по боксу. С этого места началась история Бобруйского бокса. Здесь Леонид Яковлевич Акселерот в свое время создал этот комплекс. Чему научили именитые бойцы. А также продовольственная безопасность, иммунный щит и белая пелена. В Беларуси выпал первый снег, о чем стоит помнить автомобилистам и пешеходам. Рекордный урожай – это общий успех. Президент наградил работников сельского хозяйства. В зале порядка 600 человек – от трактористов до руководителей сельхозпредприятий. Александр Лукашенко поблагодарил каждого, кто нес свой вклад в продовольственную безопасность страны. Но государство подчеркнул – развитие родного края всегда держалось на плечах тех, кто возделывал землю. Сегодня ничего не изменилось. Пусть мир находится на пике цифрового прогресса, но это возможно, пока люди сыты и одеты. Нам нельзя останавливаться. Потому что чрезвычайного мы ничего не совершили. Жестокая дисциплина, кто-то обижался, давление президента сверху. Но есть результат. Правда, лучше мы в прошлом году этого достигли. Потому что сегодня зерна на постсоветском пространстве из-за того, что ввели санкции против России, девать некуда. Мы договорились с президентом Путиным, что в резерве я попросил положить там миллион тонн, но всякий случай. Он говорит два. Два зарезервируем. В прошлом году нам жестоко не хватало этого зерна. Но лиха беда начала. Мы сделали этот шаг, и мы должны, обязаны удержаться на этом уровне. Еще раз, дорогие друзья, огромное вам спасибо. Рекордный урожай этого года – общий успех. Белорусы впервые в истории произвели зерна больше тонны на каждого человека. Такой результат, уверен президент, не достигли даже крупнейшие страны планеты. Но останавливаться нельзя. Мы обязаны удержаться на этом уровне, а государство продолжит оказывать поддержку сельскому хозяйству. По поручению главы государства, Минобороны намерены сверить учетные данные всех военнообязанных. В комиссариаты граждан вызывают преимущественно повестками. Процедура, подчеркивают ведомстве, плановая, занимает не более 15 минут. Сведения собираются у всех, кто стоит на воинском учете. При себе необходимо иметь паспорт, военный билет, удостоверение на право управления транспортным средством. Данное мероприятие будет проводиться до 30 декабря сего года. С вопросами можно обращаться по телефону, который будет указан на повестке. Между тем, первые итоги показали, белорусы с пониманием относятся к своим обязанностям по воинскому учету. Новое приложение, электронная компания и средний доход. В стране вырастет размер минимальной зарплаты. Когда? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. На выборах в 2024-м не будет использоваться электронное голосование. По словам председателя ЦИК, такая платформа должна быть безопасной. Для начала необходимо выйти на единую систему регистра населения, а затем уже создать учет избирателей. Поэтому подобное нововведение пока только долгосрочная перспектива. В стране с 2023-го вырастет размер минимальной зарплаты. Она составит 554 рубля. Между тем, отпускные, премии и другие бонусы в следующем году будут рассчитываться по-новому. Причина в дополнительном выходном. В следующем году их объявлено 10. В сентябре отметим, средний доход белорусов превысил 1600 рублей. МНС Беларуси представила новое приложение – налог на профессиональный доход. Пока платформа работает в тестовом режиме. Однако с 1 января станет доступна для пользователей. Каждый теперь сможет отказаться от отчетов и деклараций. А учет прибыли ввести посредством чеков, которые следует фиксировать в программе. Сумма будет рассчитана автоматически. Более трех миллионов белорусов привились против гриппа. Это почти 35% населения. Наиболее активно иммунизируют медицинских работников и людей из учреждений с круглосуточным пребыванием. В зоне риска также маленькие дети с неокрепшим иммунитетом. Люди с хроническими недомоганиями и пожилые. Компанию планируют завершить до конца декабря. В Беларуси выпал первый снег. Синоптики обещают, что термометры до следующей недели будут показывать ниже нуля. ГАИ призывает не забывать о безопасности. И хотя по закону на зимние шины необходимо перейти только с 1 декабря, лучше использовать их уже сейчас. В выходные госавтоинспекция уделит особое внимание уязвимым участникам дорожного движения. Необходимость осваивать актуальные подходы. Министр информации встретился с активом Глузского района. Главные темы. Геополитическая обстановка, которая складывается вокруг Беларуси. Роль смео освещения происходящих событий, веб-журналистика и блогерство. По словам Владимира Перцова, нельзя отмахиваться от нового. Нужно становиться эффективными, принимать на вооружение все подходы и быстро наверстывать то, что мы немного упустили. Только разговаривая с людьми, как говорят, глаза в глаза, можно не только донести какую-то информацию, но увидеть реакцию. Можно услышать вопрос при обмене мнениями, может родиться та истина. И те правильные законодательные акты, и вообще те подходы, которые будут самыми конструктивными и самыми действенными в нашей стране. Региональные СМИ должны быть действенными, продуктивными, эффективными и единственными средствами массовой коммуникации в регионе. Кроме них о жизни района никто лучше не расскажет. Главная наша задача, подчеркнул министр информации, собраться в единый кулак, быть сильным духом, экономикой и стать способными в любой момент противостоять всем деструктивным каналам. Этот номер начинают уйти еще с детсадовской скамьи. Вряд ли найдется тот, кто не знает эти три цифры. 102 отмечает праздник. 18 ноября, день образования оперативно-дежурной службы. Именно сюда обращаются люди с бедой. Здесь принимаются все возможные, а иногда и невозможные меры. Оперативно-дежурный обязан быстро, порой за секунды, принять решение, от которого зависит жизнь. О работе ОДС в нашем следующем репортаже. Если театр начинается с вешалки, то милиция с оперативно-дежурной службы. ОДС, как называют ее сами правоохранители, центр управления всеми силами УВД. Работа здесь кипит и днем, и ночью. Тут нет случайных людей. От каждого сотрудника требуется уравновешенность, выносливость, сосредоточенность и максимальная оперативность. Когда речь идет об оказании помощи, счет может идти даже на секунды. Оперативно-дежурная служба является центром управления всеми нарядами милиции, которые находятся, в частности, в городе Бобруйске. Оперативно реагирование ими на заявления и сообщения граждан о преступлениях, административных правонарушениях, а также различных происшествиях. Поэтому это можно даже считать, что это сердце управления внутренних дел. ОДС – это не только служба 102. После принятия звонка оператор связывается с группой быстрого реагирования, сообщает всю необходимую информацию и направляет к месту ЧП. 902-50, ответ в ОКСН-25 возле подъезда, ожидая заявитель, заявляет кража, кража из кармана. Соблюдаем меры безопасности и забываем экипироваться, используя КП. Попробуйте этот план. 17 ноября, 4 часа дня, на пульт оперативной службы поступает звонок. На том конце провода встревожен и молодой человек. После странного сообщения в мессенджере, его мама идет в банк за кредитом. Никаких деталей не разглашает, говорит, ей запретили. Дальше за дело берется ГБР. Работа здесь и опасна, и трудна. Иметь дело приходится непосредственно с теми, кто нарушает закон. Это и дебоширы, и люди с тюремным прошлым, преступники, а порой не всегда адекватные личности. Приходится объяснять. Психологии больше. Да. К каждому человеку отдельный подход. Волно. Надо искать. Некоторые агрессивные. Приходится как-то компромисс находить, уговаривать иногда. Если уже не получается, приходится применять физическую силу и спецсредства. По приезду оказывается, женщину по телефону разводят мошенники. В контакт с сотрудником милиции она вступать отказывается. Впрочем, как и с родным сыном. Благодаря оперативным действиям правоохранителей, потерпевшая не успевает взять займ. И вот, спустя полчаса уговоров и попыток привести несчастную в себя, она начинает понимать, что к чему. Правда, личные средства, которые преступники успели вывезти с карты, уже не вернуть. А это свыше 6 тысяч рублей. Представился, что он кто-то там в Минске, какой-то старший лейтенант финансовых исследований, и отправил его в банк, потому что на него выписали кредит, и надо там якобы личный кабинет или что-то такое сделать. Стальные нервы, молниеносные действия и полная самоотверженность. В результате работы оперативно-дежурной службы оберегается не только имущество, но и жизни. Рисковать собой ради спасения другого для сотрудников МВД – часть ежедневной рутины. Историй, где приходилось действовать буквально, забыв об инстинкте самосохранения множества. Кристина Рианц, Максим Галионко, Бобруйск, 360. За победу на ринге в городе впервые прошел мастер-класс по боксу. Своим бесценным опытом с подрастающим поколением поделились именитые бойцы Александр Родионов, Алексей Коктиков, Вадим Волчок и Владислав Смоловский. Победители и финалисты открытого Кубка Беларуси провели с ребятами интенсивную тренировку и показали различные комбинации ударов. С этого места началась история бобруйского бокса. Здесь Леонид Яковлевич Акселерот в свое время создал этот комплекс и развивал здесь наш бокс. И очень много известных людей вышло с этого зала. Юноши 12 и 13 лет провели ряд поединков. Соревновались команды «Шинника», «Бобруйской» с «Дюшор» и ребята из Могилевской областной специализированной детской юношеской школы Олимпийского резерва «Профсоюз» в «Спартак-35». В матчевой встрече приняло участие 53 спортсмена. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!